Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам, про круты рулеток, открытие контейнеров, зацен всей новой и старой техники и обзор всех товаров в магазине, которые появляются. Кроме того, постим новости в отношении того, что нас ждет в будущем. Если вас это все интересует, подписывайтесь на канал, жмите лайк и обязательно нажимайте на колокольчик. Ну а в этом видео обсудим с вами Титана Чириоттера, которого выгоним из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен. Ну и обязательно сейчас покрутим вот эту вот рулеточку, которую разработчики выложили у меня на основном аккаунте. Почему на основе? Потому что Титана Чириоттера на основе нет, хотя в принципе сам танк меня не интересует абсолютно. Это больше дело принципа и просто для того, чтобы пополнить свою коллекцию. Не более того, дело в том, что по моему скромному мнению Титан Чириоттер мало чем отличается от обычного Чириоттера. Ну да, немножечко лучше по ТТХ и есть вот эта вот система при нажатии клавиш добавления брони в некоторых участках по вам корпусу и по рубке. Но не знаю, все-таки на меня он какого-то определенного впечатления не произвел, как машина для фана, либо для заработка серебра, а уж тем более для того, чтобы разрывать и нагибать рандом. В отношении прокрутов рулетки. Здесь 20 прокрутов и полностью вся рулетка вам обойдется в 23 857 голдовых. Ну прямо скажем недешево, потому что здесь лежит восьмерка, но все-таки есть в рулетке контейнеры и еще одна новинка, которую разработчики добавили. К ней сейчас вернемся. Что касается прокрутов, ребят, здесь есть три зонирования, да, то есть два чекпоинта по одному голдовому. Первые восемь прокрутов вместе с одним голдовым обойдутся вам всего лишь в 1786. Я думаю, что в целом на вот эту сумму покрутить рулеточку можно. В отношении того, чтобы прокручивать дальше, а именно с девятого прокрута по пятнадцатый, стоит уже задуматься. Потому что с девятого по пятнадцатый прокрут включительно вам добавят еще в минус вашей копилке 8281 золотой. И таким образом суммарно 15 прокрутов вам обойдутся в 10067 голды. Ну и если прям совсем психанете и будете крутить рулетку дальше, а именно 16, 17 и так до 20, то дальше как раз и дойдете до 23 857. Таким образом получается, что третья часть рулетки это приблизительно 13 тысяч золота. Ну там 13 800. Да, так сказал 800, как будто бы на дороге валяются. Но факт остается фактом, что каждая зона становится дороже, причем существенно. Пока планирую покрутить только первую зону на неполные 2000 голды. И давайте посмотрим, что отсюда достанем. А, забыл сказать, ребят. Вот эта новинка, которую сюда положили. Это чемодан с квестами. И в этом чемодане с квестами вам может выпасть с определенной долей вероятности. А здесь это определенная доля одинакова для всех. Квесты на бомбические контейнеры, мега контейнеры, на контейнеры собери их все. Ну, короче говоря, в зависимости от того, сколько вам конкретно контейнеров можно будет получить из определенного квеста, от этого зависит сложность. Допустим, на бомбические победить 35 раз за 2 дня. И получаете себе 3 бомбических контейнера. Ну, а есть еще квестик, сейчас где-то я его видел, на бомбические победить всего лишь 15 раз. То есть на 20 раз меньше, но сделать это надо за сутки. И здесь вы получаете всего лишь один бомбический контейнер. Короче говоря, какой квест вам выпадет, одному богу и варгеймингу известно. Ну что, ребят, начинаем крутить. Прокручиваю как минимум первую зону на 1786 голдовых. Ну и очень сильно надеюсь, что хотя бы какие-то контейнеры повыпадают. И ты глядишь, оттуда что-то выпадет тоже интересное и годное. 3 контейнера собери их все. Не помню, сколько у меня талисманов на голду с них. Но если получится косарь вернуть, то будет очень даже неплохо. Так, талисманы. Блин, не получится. Здесь надо еще целых 5 талисманов таких. Ладно, едем дальше. Ну пока ничего. Пока, прямо скажем, голема и в целом за 50 голды не так уж и дорого. Рискнуть и открыть 3 контейнера. В любом случае за 50 золота я получаю себе свободки и плюс получаю талисманчики. 3 талисманов еще не хватает. Если повезет, то может еще выпадет 3. Собери их все. А если не повезет, то будет прям совсем обидно. И, кстати, обратите внимание, разработчики в этот раз не пожадничали и положили 7500 свободного опыта вместо привычных нам 2000 свободки, что я считаю гораздо лучше. И здесь у нас по 100 тысяч, а не по 50. Потому что когда по 50 косарей, которые ты можешь на восьмерке на любой забрать за один бой, ну прям совсем жаба давит крутить, а уж тем более расстраиваешься, когда выпадает именно серебро. Ну, не могу сказать, что 100 тысяч это действительно как-то существенно что-то меняет, но в целом хоть как-то где-то морально приятнее. Но, давай. Давай мне сразу титана черриотера и тогда я психаную и покручу тебя подольше. Нет, собираю серебруху. Не сильно, конечно, хорошо. Ну ладно, едем дальше. 295 голдовых. Что мне принесут? Ну, давай хотя бы чемодан, я не знаю, блин. Ладно. Давай еще раз. Очень сильно не хочу, чтобы мне выпала вот эта шкатулка или кейсик с всякого рода украшавшками, потому что они мне вообще не интересны. Прям, прям полностью. Так, 450 голдовых, скорее всего, принесут мне 100 тысяч серебром или в лучшем случае контейнеры собери их все. Это в лучшем случае. Вау! Вау, ребят, 3 мистика выпадает. Ну, слушайте, интересно. Интересно, что из них? Мистический талисман. О, слушайте, так мы еще и контейнер второго уровня сейчас откроем. Там-то шансы у нас в 2 раза выше получить мистический сертификатик. Вот он, вот он. Так, мистический контейнер второго уровня. Пальцы крестиком на руках и ногах. И... И нифига. Себе! 270 дней прем-аккаунта. Когда? Разработчики, когда уже будет ивент на слив ресурсов? Он мне очень сильно надо. Дни према копятся просто бешено, а слить некуда. Ну, все. Мистики на этом закончились. Еще 30 дней према. Ну, неплохо. Слушайте, 200-700... 300 дней према я, получается, поднял сейчас. А один голдовый мне приносит... Ну, конечно же. Конечно же приносит мне Титана Чериотера. Ну, давай. Давай. Ну, пожалуйста, блин. Еще три мистика. Не, ну, слушайте. Давайте будем говорить откровенно. За один голдовый получить три мистических контейнера, это нормально. Это лучше, чем получить серебряндию даже. Ну, серебро тоже бы, в принципе, окупилось. Потому что один голдовый явно стоит 100 тысяч серебра, но мистики гораздо лучше. Так, забираем. Ну, дай. Дай мистический сертификат. Дай. Ну, пожалуйста. Да фиг там, да? 200 золотом. Ну, ладно. Окей, хорошо. Если я правильно сейчас все посчитал, а мне кажется, что я правильно все посчитал, то я потратил 1586. Ну, просто потому что 200 голды мне вернулось. 650 следующий прокрут и 8000. Ну, ладно, поехали. Поехали. Чем черт не шутит? Может, окуплюсь. А может и нет. Не знаю. Я надеюсь, что все-таки в окуп пойду. Ребят, очень прошу вас поддержать лайком, потому что трачу для меня лично очень большую сумму голды на прокрут данной рулеточки. Делаю это специально для вас. Мне, в принципе, как я говорил, Титан не сильно интересен. Да и в целом все вот эти вот награды, которые тут присутствуют, меня тоже не очень-то сильно интересуют. Но, вот, блин, один собери их все. Далеко я так заеду, блин, с такими прокрутами. Нет, ребят, ничего не будет. Так, все, забираем 1550 голды. Слышите, ставки растут, причем растут они не кисло, прямо скажем. О, вот это уже интересно, наконец-то. Чемодан с квестами. Ну что, открываем, смотрим, чем мне делать надо будет в ближайшее время. Глядишь, это будем делать на прямой трансляции. Приходите. Ё-моё. Квест собери их все. И что мне надо сделать? 10 боев сыграть и получить один собери их все. Да ну его, блин. Я так рассчитывал на какой-то человеческий квест из этого чемодана. Ну так, чтобы хотя бы мега-контейнеры какие-то забрать. Я в шоке. Я в шоке, ребят, серьезно. Я расстроен. Я ожидал чего-то лучшего из этого зеленого чемоданчика. Контейнер с обвесом. Нафиг не надо этот обвес, честно говоря. Огнегарпун. Ну спасибо, хотя бы не эмоциональный прожектор. Уже нормально. 1990 голды. Два косаря, ребят, сливаю на прокрут. Что мне сейчас должно на 2000 выпасть, чтобы оно окупилось? Ну конечно же. Конечно же это слоган. Который я в жизни бы не покупал за такие деньги. Так. Один золотой. Что мне приносит один золотой? Да ничего он мне, скорее всего, не приносит. Все, ребят. Вот так вот получилось. Не могу сказать, что я доволен. Дальше идти не вижу вообще никакого смысла. Ну просто потому что, как я говорил, вот этот вот третий участок, да, с 16 по 20 прокрут, это дополнительно трата 13 850 голды. Я не готов 13 850 вываливать дополнительно к тому, что я уже потратил, а я уже слил 10 000 голды на то, чтобы позабирать вот это вот все остальное. Вообще неинтересно. Максимум, что мне вернется, это 1000 из контейнеров. Собери их все. А череда однозначно выпадет мне последним. Играться с вот этим контейнером, а точнее с этим чемоданчиком зеленым, у меня тоже отсутствует какое-либо желание. Вот так вот, ребят, прокрутил на 1067, минус 200, ну, грубо говоря, там 9860 голды я потратил. И я не могу сказать, что мне понравилось то, что мне оттуда повыпадало. Я очень обрадовался чемоданчику, но он не оправдал моих ожиданий абсолютно. Переходим на пресс-аккаунт и выкатываем титана чередера из ангара для того, чтобы посмотреть, на что он сейчас способен. Ну и, соответственно, будете понимать, стоит ли вам полностью на все 100 прокручивать данную рулеточку. Итак, Титан Чериоттер. Что это такое и, в принципе, с чем это едят? По большому счету, это обычный Титан Чериоттер, который не отличается особо от проходной версии машины. Единственное, что у него есть вот эта дополнительная механика в виде подвижных бронелистов. И точно так же, как в Титане 54D, в Чериоттере данная механика не срабатывает автоматически. В отличие от Титана H&D, там где при падении вашего ХП ниже 50% от общего запаса, здесь срабатывает это не автоматически, а путем нажатия на соответствующую клавишу. И ставится это все дело вот здесь вот в снаряжении. Кстати, хотите ставите, хотите нет. Можете и не пользоваться. Мне лично не сильно Чериоттер зашел, и я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то незгодимое впечатление. Это просто Чериоттер, который неплохо играется. Да, у него очень приятное орудие, время сведения к которому стоит привыкать. У него 3.8 по времени. И что касается разброса, то в целом я бы сказал, что было бы неплохо сделать его чуть-чуть поменьше. Но так или иначе, играется орудие неплохо. 360 единиц урона и пробитие в 240. Для восьмого уровня вполне себе достаточные показатели. Также стоит отметить, что у него 10 градусов углов склонения вниз орудия. Это действительно очень комфортно. Можно отыгрывать за какими-то неровностями и так далее. Но, ребят, при этом всем Титан не обладает какой-то крутой броней. Ну и даже когда вы эти бронелисты себе все-таки ставите, они прилетают вот здесь на рубке. Ну и здесь закрывают спереди корпус. То по большому счету здесь все равно остается огромное количество серых зон. В частности, вот этот вот передний пятак вполне спокойно пробивают. И в целом вот эта вот боковая защита, наверное, больше от дурака, который не захочет стрелять выше, ну или, по крайней мере, не захочет стрелять куда-нибудь в другую серую зону. Когда вы бортом стоите, пожалуйста, нате, пробивайте. Не хочу. Именно поэтому мне Титан Чередтер не сильно-то и понравился. Идея с введением ПТшки в вот этой вот линейке Титанов мне в свое время понравилась. А вот выбор тачки я, честно говоря, понял, но не до конца. Ладно, берем машину и поехали посмотрим, на что она способна. Ну что, ребят, поехали. И давайте будем говорить, как обычно, начиная с подвижности. Подвижность классная. Машина разгоняется довольно-таки бодро. Максималка довольно неплохая. Более 45 километров этого более чем достаточно для того, чтобы передвигаться по карте. Если говорить о маневренности, то тоже присутствует. Ты вполне спокойно поворачиваешь и едешь куда-нибудь в другую сторону. Ну а теперь давайте поговорим о орудии. В отношении времени сведения. Ну, вот такое вот оно. В целом, как я говорил, необходимо просто привыкнуть, и тогда будет вам счастье. В отношении точности не стоит радоваться. Титан-Чередтер не всегда настолько круто попадает прям в центр, как это сейчас произошло у меня. Стоит отметить, что мне, допустим, здесь не хватает подкалиберных снарядов. И то, что здесь поставили не их в виде голдовых снарядов, то не знаю. Меня это, честно говоря, удручает. Потому что, как вы видели, пробить не получалось даже голдовым снарядом в ЭК-шку в лоб башни. И это не очень приятно. При том, что это восьмерка, ребят. То есть, я понимаю, если бы там против девятки, да, тогда можно было бы о чем-то говорить. А вот восьмерка, которая непробиваемая, ну, как бы не совсем приятно. Зачем тогда голдовые снаряды? Не знаю. Не знаю, ребят. На вкус и цвет, конечно, товарища нет. И кто-то скажет, что я безумно неправ. Но при этом всем я не понимаю чериотера в исполнении именно Титана. Мне кажется, что на уровне есть достаточное количество ПТ-шек, которые в этой роли были бы гораздо более интересными. А так, по большому счету, взяли абсолютно картонного чериотера. Сделали из него Титана. Причем его это абсолютно не спасает, по большому счету. Ну и получилось что-то такое непонятное. Вроде бы и чериотер, вроде бы и Титан. А вроде бы и не Титан, и вроде бы и не чериотер абсолютно. Ладно, сейчас попытаемся чего-то здесь поделать. Попытаюсь в какой-нибудь подходящий момент, если он будет, включить вот эту вот дополнительную защиту. Ну вот она. Сработало, и как вы видите, до лампочки. Абсолютно до лампочки, ребят. То, что у меня сработало, нифига оно особо не помогает. По броне здесь ничего, как видите, нет. Меня шьет абсолютно спокойно Е25, который является 7-кой, ребят, а не 8-кой. И это при том, что у меня что-то там где-то было включено. Короче говоря, я бы сказал, что это пляшивая овца в списке Титанов. Это однозначно. Как был чериотер кустарной ПТшкой, на которой не стоит рашить и куда-то выезжать, так он ею и остался. Несмотря на то, что ему добавили вот эти подвижные бронелисты, которые вроде бы должны были ему чего-то добавить в отношении живучести. Ну, как это добавляет, допустим, в Титане H&D или в Титане 54D. Короче говоря, ребят, крутить рулетку или не крутить рулетку на данную машину здесь решать, безусловно, вам. Но будьте готовы к тому, что если вы счастливый обладатель кого-то из Титанов, и вы радуетесь тому, что данные машины имеют возможность предоставить вам дополнительный запас живучести в бою, то с чериотером здесь, ребят, может быть очень большой промах и, скорее всего, вы очень сильно расстроитесь, если вы ждете от этой тачки, что он будет именно в стиле Титана в отношении манеры игры и в отношении возможностей танка в игре. Ну, в нашем случае, возможностей ПТшки. Именно поэтому за чериотером я лично абсолютно не гоняюсь. Крутил рулетку исключительно для того, чтобы вам показать возможности и вероятности выпадения чего-либо. В отношении урона 2000 единиц, 3 уничтоженных соперника. Но, ребят, это не потому, что это Титан, а просто потому, что это чериотер. В отношении фарма здесь говорить не о чем. Это не тот танк, на котором вы фармить серебро будете. Ну, а что касается моей результативности, то в целом, благодаря низкой успешности ряда игроков в нашей команде, я имею второе место по количеству набитого урона. В любом случае, считаю, за необходимое похвалить наших союзников, которые сделали максимум для нашей победы. Ну, и обязательно отметить уважением и респектом наших соперников. Спасибо им большое за бой. И я больше чем уверен, что ребята играли максимально качественно и максимально ровно в разрезе собственной команды. Вот так вот, ребят, получается, что не всегда то, что называется в нашем случае Титаном, таковым является. Если вы за честность автора на его канале и хотите слышать все в виде чистой правды, а не при украшении чего-либо для того, чтобы вы тратили свою голду, то обязательно подписывайтесь на канал. Помните о том, что на данном канале вас никто никогда не обманет и не посоветует вам купить себе что-либо, либо крутить рулетку себе на что-либо, что потенциально может вас расстроить. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok